Добрый вечер! Вас приветствует воскресная информационная служба телеканала ИР. Мои коллеги и я, Георгий Плев, рассказываем о том, что действительно важного произошло за последние 7 дней. Начинаем с печальной новости. Ушел из жизни кавалер орденоватца Монга Улефан ТДФ. Человек, сумевший в безграничной любви к своей родине, своему народу превзойти многих. Улефан ТДФ. Это имя для нас неразрывно связано с героическими страницами истории Южной Осетии. На 81-м году жизни скончался один из мужественных лидеров, защищавших Южную Осетию во время войны Грузии против Южной Осетии Улефан ТДФ. Человек, который сделал для своей родины многое, вместе со своим народом встал на защиту Южной Осетии, но отдал много сил, борясь с грузинскими захватчиками. В ноябре 89-го жизнь Южных Осетин в одночасье перевернулась. Вместо мирной созидательной жизни осетинам пришлось взяться за оружие и защищать родную землю. Среди тех бесстрашных ополченцев был и Улефан ТДФ. Он руководил штабом, координировавшим деятельность отрядов самообороны. Улефан ТДФ стал у истоков создания вооруженных сил Южной Осетии. Николаевич, я говорю, я понимаю твое стремление. Вооруженные силы создать, это тяжело очень. Вооруженные силы создать, это обеспечить материально. Люди должны находиться в казармах, дальше у них оружие должно быть, служба, биря, биря, процесс тадисма. Не сможем осилить. Это благодаря, говорит, вот этих ребят, мы иногда обчищаем, это благодаря вас, мы это, говорит, осилим. То есть в структуре уже начали подразделение в этой дырочке ставить. Какое подразделение должно быть? Первое подразделение это было ротоспецназа. Собрались где-то 52 человека. 52 человека собрались. Первое подразделение это. Затем создали инженерную саперную руду. Генерал-майор 32 года прослужил в вооруженных силах СССР. Указом Президиума Верховного Совета награжден медалью за боевые застуги. Опытный военачальник воспитал не одно поколение мужественных солдат, принимая активное участие в формировании национальной армии, ее становлении и развитии. Улифан Тедеев является кавалером многих государственных и ведомственных наград. В 2016 году за большой вклад в дело укрепления обороноспособности Южной Осетии он был удостоен высшей награды нашей страны ордена Уасамуга. Улифан Тедеев в каждом своем интервью и в каждом выступлении всегда говорил о безграничной любви к своей родине и народу и был горд, что несмотря на пережитые суровые годы, войны и разруху, Южная Осетия все же добилась свободы и независимости. Здравствуйте, Кузаева Ирина Хасиева, программа «Неделя». Ирина Хасиева, программа «Неделя» Медицинская бригада из Северной Осетии провела консультационный прием предварительно согласованных с Министерством здравоохранения пациентов. А уже на новой неделе пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями обследуют специалисты из научного центра имени Бакулева. Подробнее об этом в материале Марьяны Чочевой. В Республику Южная Осетия приехали врачи из Республики Северной Осетии Алания для интеграции и дальнейшего продолжительного сотрудничества между республиками. Специалистами был проведен осмотр приглашенных пациентов в консультационной форме. Врачи, каждый согласно своему профилю, осуществляли прием заранее отобранных пациентов. Визит проходит в рамках акции оказания медицинской помощи на месте, что планируется практиковать и в дальнейшем. Также в начале новой недели ожидается приезд специалистов из практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Подобные меры предприняты для возрождения отечественной медицины и развития ранее недоступных для нас отраслей. В дальнейшем подобного рода акции будут продолжаться, поэтому смотрим с оптимизмом на перспективы расширения оказания медицинской помощи на месте. Это жизненно необходимо для того, чтобы возрождать медицину в Республике Южной Осетии и расширять, собственно говоря, те направления, которые до сели дня присутствовали на этой земле. На первый раз врачи приезжают небольшой группой, чтобы наладить взаимодействие с юго-осетинскими коллегами. В дальнейшем местное медицинское руководство определит профиль и количество специалистов, чтобы доставить их в Южную Осетию на максимально комфортных условиях для местных пациентов. Для пациентов все осмотры, все манипуляции, в том числе операции, бесплатно. Это главная наша задача. Как только увеличится поток пациентов, будут назначены и лечебные манипуляции средних и повышенных сложностей. И в таких случаях бригада врачей будет оставаться как минимум на двое суток, чтобы отслеживать состояние больного на следующий день после операции. Мы информировали Министерство здравоохранения Южной Осетии, какие категории больных под то оборудование, которое сегодня у нас может оказаться под рукой, нужно подобрать. И, в общем-то, мы надеемся, что подобраны максимально подходящие больные. Что может случиться, если вдруг оказался пациент не совсем по профилю? Не какой-то катастрофы. И под любую патологию, которая случайно затесалась сегодня и оказалась не той, для которой приехали больные, будет чуть позже, на следующей неделе или через неделю, в зависимости от праздника и так далее, будут привезены специалисты специально под них. По словам министра здравоохранения Георгия Точиева, программа взаимодействия сферы медицины двух республик планируется долгосрочной. А первый визит бригады врачей был профинансирован мэром города Владикавказ Махарбеком Хадарцевым. Марьяна Чочиева, Аида Кочиева, для программы «Неделя». Охрана памятников и исторических мест Южной Осетии – актуальнейшая проблема. Вопросов пока больше, чем ответов. Понятно, что сохранившиеся на территории республики древние архитектурные памятники нуждаются в нашей всесторонней защите. И это вопрос не только колоссальных денежных вложений, а личного отношения каждого из нас. Наше бережное отношение к природе и к рукотворным памятникам древнего зодчества позволит и будущим поколениям оставаться причастными к воплощенным идеям наших предков, идеям, сохранившим тепло их рук. На этой неделе состоялся брифинг Нелли Табуева, где она рассказала о будущем тех мест, где прошлое перекликается с настоящим. В преддверии Дня охраны памятников архитектуры и исторических мест в пресс-центре Государственного комитета информации и печати состоялась пресс-конференция начальника отдела по охране памятников в Министерстве культуры Нелли Табуевой. В современных условиях остров ставит вопрос сохранения исторических памятников. Как отметила Нелли Табуева, важной проблемой является тот факт, что многие исторические объекты, подверженные паспортизацией, остаются не до конца изученными, несмотря на то, что паспортизация идет полным ходом. Паспортизация памятников культурного наследия, о наших объектах, это очень сложный процесс и такой долговременный. Мы решили два этапа провести эту работу. Первый этап – это создание учетных карточек. Учетные карточки, в принципе, это то же самое, что паспорта, можно сказать, потому что мы туда загоняем всю имеющуюся информацию. Фотографии, даже чертежи, в принципе, все. Просто в наших планах паспорта сделать несколько более расширенно и лучше, чем они, например, были раньше. Паспорт, который мы намеремся в будущем делать, это будет документ, который будет содержать все сведения о памятнике, вплоть до формируемых сведений. В скором времени планируется издательство реестра памятников Южной Осетии для получения более полной информации от населения. На территории государства находятся более полутора тысяч исторических объектов, нуждающихся в консервации. Именно в консервации, а не в реставрации. На восстановление и консервацию культурных и исторических памятников денежных средств в инвестпрограмме не предусмотрено. Мы пытались представить в прошлом году государственную программу, но как-то не получилось у нас. Мы будем это делать. У нас есть разработки, у нас есть план перспективного развития. И вот после того, как будет принята государственная программа сохранения памятников, которая, естественно, будет нести финансовую нагрузку в Сибири, то может быть что-то раздремится. А пока результата нет. Новые часовни, отстроенные в последнее время, фиксируются Обществом охраны памятников, но в реестр пока не вносятся. Согласно закону, должно пройти хотя бы 40 лет. Ежегодно Общество охраны памятников и исторических мест проводит тематические конференции. В этом году местом встречи будет город Квайса, и разговор пойдет о пещерах в Кударском ущелье. Нам надо вообще, не надо создавать нам где-то центры, потому что у нас вся Южная Осетия – это уникальная археологическая зона. Зона уникальная. Здесь есть памятники всех времен, абсолютно эпох. И правда, где никуда не поешь, куда не кокуешь, везде археологический памятник. К сожалению, это знают и те, кто не должны знать, и заимнаются черными капательствами. Вот тут вот в связи с этим я поставлю вопрос, я говорила об этом тоже в Вертухе зрелищем, чтобы мы попросили какую-то часть наших артефактов. Жители, которые своими силами пытаются навести порядок у исторического объекта, зачастую не подозревают о том, что могут нанести вред памятнику архитектуры. Поэтому, прежде чем приступать к каким-либо работам, следует обратиться в общество охраны памятников. Когда кто-то хочет инвестировать в это свои средства, это очень хорошо, но следует получить консультацию экспертной группы, чтобы не навредить, сообщает Нелли Табуева. А теперь уже настала весна. В скором времени откроется сезон выезда населения за город. И чтобы не усугубить ситуацию с загрязнением окружающей среды, убирайте за собой мусор. Мы должны начать заботиться о наших памятниках, потому что это наши памятники. И будут абсолютно каждый из вас и из тех, кто нас сейчас слушает, принесут ответственность за эти памятники. Я прошу вас, где вы не были, как вы не были, ваши дети, все пусть будут считать себя собственником этих памятников. И относятся к ним как к собственникам. Берегите исторические достояния. Именно памятники на протяжении еще долгих веков будут нести частичку предков. Марьяна Чочиева, Александр Кукоев. Для программы неделя. И снова приятные новости из мира животных Южной Осетии. Существует большая вероятность восстановления популяции кавказского барса в горах и предгорьях нашей страны. Экологами республики и их российскими коллегами подписано соответствующее соглашение. И это вопрос очень серьезный, так как переднеазиатский леопард в дикой природе России отсутствует. Подробности у Розы Тедеевой. Комитет экологии, геологии и природопользования Республики Южная Осетия подписал соглашение с Институтом проблем экологии и эволюции имени Северсова Российской Академии Наук. Соглашение предусматривает сотрудничество в области восстановления, сохранения и мониторинга переднеазиатского леопарда, кавказского барса в Республике Южная Осетия. Кавказский барс считается исчезнувшим видом на территории Российской Федерации. Сегодня его можно еще встретить на территории Ирана. Для возрождения популяции в Сочи был создан специальный центр восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Здесь занимаются разведением кавказских барсов. После того, как котята достигают необходимого возраста, их отпускают в дикую природу. Планируется выпустить барсов и на территории Северной Осети. И впоследствии вероятно, что они перейдут на территорию Южной Осети. Сейчас готовится еще несколько котят, которых готовят к выпуску дикую природу. Северная Осетия рассматривается в качестве одной из потенциальных зон выпуска этих леопардов. Очень важно плотное гармоничное сотрудничество с Южной Осетией. Потому что очевидно, что взаимосвязь республик не только на национальном, но и на природно-экологическом уровне, на достаточно тесные леопарды будут, скорее всего, переходить с одной территории, могут переходить с одной территории на другую. Поэтому очень важно, чтобы этот национальный символ был не просто возрожден, ввезен, но и сохранен. Им занимались, за ним следили, его мониторили, его оберегали на территории региона. Каждый из выпущенных на волю кавказских барсов будет оснащен спутниковым навигатором, чтобы отслеживать их передвижение. Соглашение с Южной Осетией необходимо, чтобы легче было проводить совместную работу по мониторингу передвижения кавказских барсов. Учитывая то, что наши специалисты знают местность, им будет легче отслеживать передвижение барсов. И, естественно, тех зверей, которые будут выпускать, мы не можем бросить на произвол судьбы, потому что мы несем ответственность за то, куда они будут перемещаться, как они будут приживаться в природе. И очень важно осуществлять постоянный мониторинг, пока будет такая возможность за ними. И эти звери будут снабжены спутниковыми ошейниками. И в случае выпуска на территории Северной Осетии, есть довольно высокая вероятность, что они могут пойти в сторону Южной Осетии. И для нас важно заранее сейчас продумать, как же мы будем этот мониторинг осуществлять. И поэтому такого рода соглашение, оно очень важно. То есть, что здесь есть те люди, которые знают местность, понимают, как здесь организована природа. И мы очень, конечно, рассчитываем на их помощь. Балаби Стаута заверил, что югостинские специалисты окажут всяческую помощь для реализации подписанного соглашения. Мы будем, конечно, оказывать всякое содействие, любую помощь. Лично я сам знаком со всеми жителями наших горных сел. Мы будем собирать любую информацию. У нас есть эгерская служба, которую будут отслеживать. Даже если он перешел на нашу границу, где-то на километр или на два, мы будем сообщать обязательно, тем более у нас есть данные. Я очень рад, что мы подписали вот этот договор. И можно даже сказать, что хозяин вернулся на свою родину. Во время встречи было отмечено, что кавказский барс – это символ обеих частей Осетии. И Осетия больше остальных кавказских республик заинтересована в восстановлении их популяции. Не просто пробудить интерес к шахматам, но, возможно, еще и определить будущих гроссмейстеров среди школьников. Именно такую цель ставили перед собой организаторы турнира по шахматам, прошедшего в 12-й школе города. Каковы итоги уникального интеллектуального мероприятия? Узнаем из репортажа Зарины Кочевой. В 12-й школе Цхинвала прошел турнир по шахматам. В нем приняли участие ученики школы с 1-го по 11-й классы. В начале мероприятия детям были показаны небольшие слайды с именами чемпионов мира по шахматам. Среди них были и наши земляки. Ведущие рассказали о древнейшей игре шахматы. Придумана она была более полутора тысяч лет назад в Индии. Правила игры в шахматы не менялись со дня создания. Игра пользуется огромной популярностью среди разных кругов населения по всему миру, в том числе и у нас в республике. Об основных правилах игры ребятам рассказал президент Федерации шахмат Георгий Шавлохов. Мне очень приятно, что у нас так много молодых лиц, у вас глаза горят. Это вот самое главное, что есть в нашем турнире. В турнире у нас жесткая система будет, будет игра на выбывание. Но тем не менее я хочу сказать, что каждый участник турнира, даже тот, кто ничего не выиграет, он получит специальный приз. Лучшие из вас, которые проявят себя на этом турнире, будут приглашены Федерацией шахмат республики на 4-й мемориал Валерия Гогозова, который состоится в конце мая. Это очень сильный турнир, туда попадут только лучшие из лучших. Там будут играть и взрослые, и дети. Так что желаю вам очень хорошо проявить себя. Теперь, что еще хочу сказать. Вы все знаете правила шахмата. Самое главное из них гласит, тронули фигуру, ходите ей. Это обязательное правило. То есть, внимательно будьте за игрой. Если вы тронули фигуру, вы должны ею пойти. Турнир проводился по олимпийской системе. Проигравший выбывает. В ходе турнира участники показали отличный результат игры в шахматы. Победителем турнира стал ученик 8-го класса Андрей Кудуев. Второе место занял ученик 8-го класса Арсен Хабалов. Третье место ученик 4-го класса Ахсар Джагаев. Победители были награждены грамотами и памятными подарками. Помимо этого, за участие в турнире каждый его участник получил памятный подарок от Федерации шахмат. Директор школы Геннадий Арсуев рассказал, что турнир проводится не впервые. Он уже стал традиционным и проводится в День космонавтики. Наш турнир приручен к Дню космонавтики, потому что наша школа носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. И вот вся эта неделя была посвящена. У нас были субботники. Завтра мы скворечники вывезем, потому что сегодня у нас благоустройство обрубку деревьев сделало. Вчера у нас конкурс рисунков был. И сегодня у нас завершается вот эта неделя. У нас сегодня шахматный турнир. Георгий Кочиев ученик 3-го класса в шахматы играет с 1-го класса. Регулярно принимает участие в турнирах. Мечтает стать чемпионом по шахматам. Знает все об этой игре. И как он сам рассказал, до сих пор никогда не проигрывал. Я играла в спину с 1-го класса. И как он играл, я хорошо и очень играю. Возможно, у кого-то из этих ребят впереди большое шахматное будущее. И свои первые турниры они будут вспоминать с улыбкой. А пока, как рассказывают педагоги, ни одно достижение не приносит столько радости и тепла, как улыбка маленького шахматиста, делающего свои первые шаги на пути к шахматной вершине. Залина Кочиева, Заур Устаев. Специально для программы «Неделя». На этом воскресный информационный блок телеканала «Ир» свою работу завершает. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok